Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешевым. Номер 578. События дня. 1 Коринфян 9.22. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых за 13 июля 2017 года. Какие у нас были события? Мы вчера закончили ремонт качели, ребятишки облепили ее, это все было тоже заснято. Подсобными же средствами все делаешь. И укрепили между собою на 7 метров друг от друга отстоящие качели, чтобы не так сильно наклонялись или расшатывались. Так они все вместе. И сделал, когда есть две жерни, рядом идут, на них удобно сидеть. И для детей это сейчас сделано так. Они там могут сидеть, ну где-то на метр 70 от земли. И забираются легко туда, и вчера уже сидят. Для нас это все событие. С Володей вчера мы решили на второй голубятне, на доме его, голубям гнезда устроить. Потому что не хватает, их туда перенес с первой голубятни. И сделали мы 18 гнезд. Ну требуется там где-то заткнуть, что-то, да и рассеянно положить. Это уже Володя в два гнезда положил только, облегчить им. Это голуби-то такие. На улице сейчас не вылетают. Тут есть рыбки, прям таскают их, прям на глазах. Им кормить-то тоже чем-то надо. Вот это для нас событие. И вечером пошел уже дождь. Дождь размывает все. Но бульдозера у меня так и нет. Все стоит. Ни дорогу не могу закончить, ни пруды. Звонят каждый раз. В среду мы обязательно выезжаем. Притом обязательно. Просят, чтобы погоду Бог дал. Помолились мы, молимся. Погода стоит 4 дня, солнца нету. Ну, дождь пошел, собираются ехать. Ну, а тут не проехать. Ну, тогда до следующей, то есть, то ли какая-то задержка, то ли что. Можно было мне давно уже сменить этих, кого нанимаем на других, другой организации. Ну, не люблю это вот. Тут и связи были, и хорошо расставались мы, и все такое прочее. Что с ребятишками? Бегала тут Маша вчера. Она надумала шарику облегчить. Он знает, кто кого обгонит. Ну, а тут цепь ему мешает. Она ее взяла, сняла. Сняла без разрешения, без всего. И потеряла. Собаку привязывать не начнет. Это тоже ему показали. Вот послал их всех искать, долго их искали, наконец-то нашли. Ну, дети. Когда лагерь был расформирован 19 июля. Это уже совсем рядом. Скоро будет годовщина, как лагерь исчез. Ну, тут я сказал по деревне, надо кому разбирать детей сразу же. А что? Тогда отвечать за них, что будет, конечно. О, нет. Я говорю, а как же я 45 лет ответственность? И уголовная ответственность, и перед Богом, и по совести. Нет. И нынче так все благополучно. И первая молитва о распотребнадзоре. Благослови их, Господи. Если бы они нас не трепали, мы бы такие оставались. Все на пользу оказалось. И все это свидетельствуют. И что теперь у нас не в шалашах, там где и комара нету, и холодильники тут у нас, и кухонные агрегаты, и морозильные установки. А утром в полшестого звонит батюшка. Вчера. Так необычно было, это рановато как бы для него. А у вас по уставу как мясо разрешено есть? Я говорю, так у нас не лагерь теперь. Там, и тогда не было запрета. Ну, посты православные мы соблюдаем. Что интересно, вот 14 июля. А 14 августа опять пост начинается. Только закончился это все монахи. В пустыне на корешках жили. То есть строгие, это как бы от великого поста, то есть столько накручены, какое отношение к великому. Тем более пост всегда означает как бы печаль. Пост по отношению с чего-то. А здесь Успение Божья Матерь, Успенский, его называли госпожинкой. Раз она госпожа, то госпожинки. В народе так называли. И какая, то есть она уснула, Успение называется, умерла. Да какая печаль. Она пошла к Господу. Предание свидетельствует, что тело ее вознесено было. Ничего, никакой сообразности нет. И к великому посту. И с какого боку припеки нет. Даже никак. Ну, раз он есть, я православный, то разговора нет. У меня все это совпадает с перебыванием детей. Пробыли дети. Один день только молочное было. И на следующий день уже пост начался. Ну, православный. Значит, исполняем. Наталья Чернова, она была здесь. С сыном Илюшей. Пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вчера перекантовались у Галины Загуляевой. В 15 часов она посадила нас на поезд. Сегодня в 7.05 приехали в Абакан. Все благополучно. Спасибо всех, Христос. Огромный привет и поклон от меня всему лагерю. Слава Христу. Ну, лагерем, это просто название наше. Собрали здесь. Никакого лагеря нет, конечно. Вот. Доехала благополучно. Слава Богу, мы помним. Владимир Демченко. Это украинец. Работает в Италии. И оттуда приехал. Доброе утро, Игнатий Тихонович. Я уже дома. Добрался. Слава Богу. В Зонову доехали. Тоже позвонили. Загуляева позвонили. Там это СМС сбросили. Ну, все получилось прекрасно. И Богушевич из Кемерово доехали. Тоже благополучно. С семьей Баптист принял крещение. Сегодня я их ролик выставил об этом. Вот события. Для нас это все события. События дня. События эти, как-то все время касаются спасения души, работы над собой и с ближними. Благословен Господь. Кое-что слышим, видим, но наши события не совсем похожи на события, которые в мире. Но и все как-то вперед движется. Даже просто я с Володей вчера голубиные гнезда примерил в одном месте, а в девяти ставить. А в другом месте там шире доска. Напиленные уже между гнездами не подходят пилить. Да и все это пилить на этой машине бензопила. С утра уже кучу наворочали, пилили. Ну дальше все видно будет как. Уезжают из Потеряевки в Томск. Там бракосочетание. У Калашникова Марка Петровича. С Барабаш Марией Игоревной. У них мать Лена Барабаш уже уехала. А с 14 утром подоет, видимо, коров. И отец Игорь Александрович тоже уезжает. И в это же время, еще раньше, утром в 6, выезжает туда батюшка. Венчать будет отец Иоаким. Договорились так. В храме Московской Патриархии. В храме Московской Патриархии. Вот так. Еще события. Показать свои ресурсы немножко. Чем мы пользуемся. Вот это первое. Мой мир. Любимый мой. Вот он, мой мир. Уже смотрят наши, которые посмотреть. Вот здесь. Крещение без нарушения. Нарушение. Второе. Это форум. Большой форум. Ну, малое посещение. Форум очень серьезный. Очень. Кто-то тут новый. Кто такой? Зарегистрировался. В 89. Белоусова Александра. Женщина. Эстония. Мак Ханарва. Ну и слава богу, что зарегистрировано. Вообще-то второе. Опять ВК. Беседа же. Софина. Оксана. Самарская. Самара. Вот. Вторая зарегистрировалась. И сколько же это? Вот. Вот. Вчера 280 человек. Ну, 280. Это, конечно, мелочь. Но для нас это много. Это постоянные клиенты. Ну и. Заглянуть. На православный видеоканал. Открытым оком. Вот. Поставили мы этот. Сегодня. 11 роликов выставил сегодня. Вот. Ваня Дробот с Баяном. Там. Вот. Робот вчера звонили. Была операция у их матери. Тяжелая операция. Рак желудка. Полностью желудок вывезли. Кажется, желчный пузырь. Если в реанимацию переведена была. Все молились. Даже там объявляли строгий пост. А Настя. Анастасия. Вот. Ваня прощается с Баяном. Главное. Девять. Двадцать один просмотр. За двадцать пять минут. Ой, как много для нас это. А толкование. Блажина Пелакта. Три. За тридцать минут. Три человека. Ну и в крещении. Омытие грехов. Крещение без нарушения канонов. Четырнадцать. Оглашенные заедите. И показал наш библейский сайт. Во свете Библии. И там на пятьдесят пять папок разбито. И вот одна из них называется. Внутренний мир человека. Внутренний мир. Вот. Посмотрим один вопрос. 1416. Пятый том. Открытым оком. Матфея 5.10. Это мне записки. Я за кафедрой. Рядом Игорь. Считает. Блаженно изданное за правду и выехи из Царства Небесного. Почему христианину повелено радовать себя, когда его преследуют за правду? И какая должна быть правда? Это вопросы в записках, в университетах, в милиции. Я вел занятия там по радио. Не знаю, где это было. Ответ. Изданное из какого-то общества, когда тебя выжимают с места работы, из государства, когда высылают, как Солженицына Александра Исаевича. Блаженство, награда за смелость не только на суде Божьем после окончания мировой истории, наступления вечности в Царстве Небесном. Но и уже сегодня, когда душа ликует, когда Дух Святой подкрепляет, что ты поступил по повелению Божию, и тебе легко, так возвышенно, что такое состояние не купить, не получить наследство. Ты изгнан, а тебе хорошо. Ты победитель. Ты верен Слову Божию. Ты возвестил всем, что Христос есть единый победитель после всех победителей. Что Он грядет, что Он дарует сегодня спасение даром. Что правители сегодняшние – это мародеры и разбойники. Кто-то не согласится с правителей. Евангелие от Иоанна 10.8. Все, сколько их не приходило передо мной, суть – воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Не только те, кто перед Его приходом приходили, но и после Его ухода. А они еще злее стали. Особенно злые церковники, иерархи, епископы – это бешеные лютые волки. Деяние 20 глава 17.29. Он призвал пресвятилов в церкви. «Ибо я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо». А речь идет об епископах, о священниках. Правда любая, всегда во всем. Даже в самых обыденных вещах, даже в отчетности на работе, в разговоре, в пересказе беспрекрасных. Топорная, грубая, насияющая алмазами божественного сродства ему. 1 Иоанна 5.17. «Всякая неправда есть грех». Ифесянам 4.25. «Посему отвернул ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Интересно. Вот такие простые слова, стоятся, где еще не надо люди, даже не считают писания. «И хотя бы сто крат хотелось и было весьма выгодно сказать маленькую неправду, пообещать и не выполнить, забыть, но это означает, что черт залез в рот, ибо ложь – это детище сатаны. Даже в виде шутки неправда смертельный сатанинский грех, ибо по природе своей неправда есть гибель». Ну и сразу местописание Иоанна 8.44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего?» «Хотите. Он был человек-убийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи». Интересно, дьявол когда это слышит и знает, и написано, ему нравится, наверное, что он лжец, что он не боится лгать Богу. Тоже какое-то оправдание-то есть. Вопрос 1417. «Может ли сатана вмешиваться в наши сны и в наши мысли проникать? Есть ли об этом что-либо в Библии?» Ответ. «В мысли он не может вмешиваться, ибо не знает их». Откуда известно? 1 Коринфянам 2.11. Интересно, когда покажешь место, замолкают, а то говорят «может». «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Но он великий психолог, имеет огромный опыт в распознавании того, к чему мы склонны. От него не сокрыты самые маленькие движения наши – дрожание век. У него фиксируется все, к чему мы склонны». А как это может быть в веке? Ну, как написано? Сера Хадас 6.11. «Наклонность женщины к блуду узнается по поднятию глаз и век ее. И он подает свои наживки, делает удобным совершение греха, чтобы как бы само собой это происходило. Сон располагает своей изнеженностью к этому проникновению дьявола в наши мечтания дневные. Иоанн Костян растолковывает это в нашей книге к истинному православию в отделе о сне. Подробно все это растолковано. Художник-варвар кистью сонной картину гения чертит. И свой рисунок беззаконный над ней бессмысленно чертит. Но краски чуждые, слитами, спадают ветхой чешуей. Создание гения перед нами выходит с прежней красотой. Так исчезает заблуждение с измученной души моей. И возникает в ней видение первоначальных чистых дней. Александр Сергеевич Пушкин. Ну так приходится зафиксировать. Ну на этом как будто бы все.